В Беларуси продолжаются вторые игры стран СНГ. Моя коллега Амин Ахмедов в Минске отслеживает участие наших спортсменов на играх и выходит с нами на прямую связь. Амин, добрый вечер. Есть какие-нибудь новости к этому часу? Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, студия. Мы находимся в арене урочи первого соревнования по футзалу. И здесь немного шумно, перерыв. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. И вот завершил с первой встречи матча России-Азербайджан. Пока что счет 1-4. Выиграл Сборно-Сирии. Но вот Сборно-Азербайджан открыл еще очень удачный стартовый начал. Стартовый отрезок. И у Даркарима Бабаева были стандарты. И в одном из азербайджанских футзалов. И после этого уже пришло преимущество российской команде. Но вот ответить на этот момент, что по фолам был ничейный счет 4-4. И можно сказать, что коэффициент грубости здесь одинаковый. А в случае на вероятность шести полов одной из команд означается пенальти. Вот могли наши представители футзала где-то и пенальти заработать. Учитывая то, что были полы здесь. Ну, сейчас ждем второй плане встречи. Пока что одна команда очень молодая. Алексей Башкок не набрала. И вот сейчас в последнем наставлении главного тренера. После чего выйдут команду на второй тайм. Отмечу, что сегодня не так много соревнований в Минске. Только мини-футбол. Все представлены азербайджанские спортсмены. Помимо этого еще соревнования в боксе. Плавание в Майдай. Так вот, в боксе сейчас финальный поединок проводит Айдур Микайлова. Весовая категория 54 килограмма. И, к вам ей удачу, отмечу то, что еще два представителя азербайджанского бокса будут проводить финальные встречи. Будут они завтра проводить. Соревнования по боксу проводятся больше. Так вот, Вархат Шейдай. Весовая категория 75 килограмма. В вышло в финал. Завтра предстоит ему решающий поединок. И Сия Гассан. Весовая категория 71 килограмм. Также с того финала по боксу. Ну и помимо этого, две фронты были в боксе. Основные были 63 килограмма. Умара основные 64 килограмма. И соревнования по боксу, я уже отмечал, проходят не в Минске, а в боксе. А завтра уже будут финальные соревнования по тайскому боксу. И мы утром направляемся в Митинск. И два дня финала будет. Сегодня полуфинальные встречи. Три азербайджанских спортсмена, а там женские, значит, по мужскому. Выдут полуфинальные поединки и постараются взрывать путёк в финал. Но мы будем дальше следить за последним матчем. В фронт Азербайджан в турнире по футцалу. Матч в фронт Азербайджан. С минуты на минуту начнётся второй тайм. Пока что Азербайджан находится на четвёртом месте в общем медальном зачёте. К этому сейчас всё. Спасибо большое. Спасибо, Эмин Ахмедов из Минска подключался к нам.